Я вам расскажу кое-что про системы, но ни для кого не секрет, что у транспортников-перевозчиков очень такое негативное отношение к 54 ФЗ. Полное неприятие. Какие бы пилюли мы не подкладывали под это, что вот смотрите, как сладко мы можем сделать с облачной фискализацией, это просто не принимается вот напрочь. И причина здесь простая. Вот там видите, и вообще это голубая дурь, вся эта затея с кассами. Если государству нужны деньги на ракеты, пусть самой ставит. Ну и в таком духе. Моя точка зрения немного отличается. Вот эти кассы, которые будут стоять, это важнейший инструмент измерения эффективности. Но тут не надо ничего обосновывать, что для управления одним автобусом или десятитысячным автобусом нужны разные подходы. Но основной момент и основной тезис заключается в том, что вот эта система платежей, какой бы она ни была, чьей бы она ни была, это важнейший инструмент оценки эффективности и оценки лояльности. Лояльности прежде всего персонала. Вот я вижу там Влад Гагарин, компания Мир, да, сейчас. Вот Влад скажет, может подтвердить мои слова, что основная проблема в транспортной компании – это ее персонал. Мы можем создать великолепные сервисы, просто зависть берет, какие ребята умные, какие молодцы, что они сделали. Но в жизни все происходит немножко по-другому. Без пинка, без кнута, без кувалды это все почему-то не движется. Вот я показал пример здесь деятельности одного предприятия. В результате внедрения транспортной системы, а правильнее сказать, в результате внедрения транспортной системы и менеджмента, были получены следующие результаты. Пассажиропоток увеличился больше, чем на 4,5%, в то время как по стране упал больше, чем на 3%. И выручка выросла почти на 12, да, сейчас посмотрю точно, 12 целых процентов. Что это в переводе на обычный язык значит? Это значит, для этого предприятия не нужно покупать почти 180 автобусов, не надо строить парк. То есть эффективность внедрения системы составила около 2 миллиардов рублей. Наверное, это о том, о чем вы говорили, Виктор Викторович. Вот, то есть внедрение транспортной системы должно сопровождаться менеджментом. Объясню почему. Если посмотреть на современный автобус, то он сплошь оцифрован. В нем есть масса датчиков на двигателе, масса датчиков на трансмиссии, пневматической, гидравлической системе, в нем есть системы подсчета пассажиропотоков, датчики нагрузки на ось, навигационное оборудование, платежное оборудование. Если вы внимательно посмотрите, я там специально оставил людей, у нас не оцифрованными остались только пассажиры, кондуктор и водитель. Все остальное в автобусе оцифровано. И именно с теми компонентами в транспортной системе, которые не оцифрованы, и самые большие проблемы. Вот объясню на некой схемке. Прошу извинить меня за художественные навыки, как сумел, так нарисовал. Вот в большом таком прямоугольнике это некое транспортное предприятие, у которого есть владелец, зеленый человечек. Этот зеленый человечек озабочен ростом каких-то доходов, прибыли, производственных показателей. Но менеджер, который управляет этим всем, у него гораздо больше забот. Кроме заданий от акционера или собственника, у него есть свои предпочтения. Хорошо отдохнуть, новая машина, деньги. Ну мало ли что. А весь коллектив, который вот обведен таким овальчиком, вообще предоставлен сам себе. У каждого из них свои заботы, у каждого свои мысли. И в таком коллективе всегда находится вот такой красный человечек, который предлагает, а давайте будем деньги проводить мимо кассы, то есть воровать их. И вы знаете, на предприятиях складывается теневая структура управления. Такая теневая структура управления, теневая, есть практически на всех предприятиях транспорта. Менеджеры думают себе об одном, а водители, кондукторы, они работают себе на карман. И задача в том, чтобы вот при помощи нескольких систем вычислить этих людей, вычистить и создать нормальную работу. То есть я говорю о том, что не только платежная какая-то система, которая там карточки предоставит, ворует и с помощью карточек, ворует и с помощью наличных платежей и всего остального. А только совместный менеджмент и какая-то система учета, и желательно не одна, а несколько, позволяют использовать максимально эффективно те средства, которые есть, и повышать эффективность транспортного предприятия. Вот приведу пример. Да, надо как-то назад прокрутить. Приведу пример. А наши партнеры поставили на автобусах систему «Умная камера», которая считает пассажиропоток. В первый день существования этой системы или в первые дни работы системы было показано, что система регистрирует больше пассажиров, чем проводятся транзакции в платежной системе. Но уже буквально через месяц водители все отыграли. Не работает что-то. Может батарейка у вас здесь села. Водители все отыграли. Как отыгрывают? Элементарно выключают систему. Вот можно в следующий слайд с табличкой. Вот видно, красные цифры выведены. И на них указана разница. Видите? Минус, 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 минус. Что делают? Заклеивают датчики. Выключают электропитание. И множество-множество других вещей делают. Ну, не буду скрывать, как выводится из строя система оплаты проезда электрошокером. Один разряд на корпус автобуса, и вся система не работает. Можно работать себе на карман. Видите, ребята смеются. Они это проходили в своей жизни множество раз. Электрошокерами не пользовались, да? Это новая технология. Спасибо. Да, да. Для того, чтобы система аналитическая или система контроля за пассажиропотоками не давала сбоя, из-за того, что ее таким образом или с помощью иголки или электрошокера вывели из строя. В автобусе в современном достаточно много систем, я их показывал. Одна из них – это система, которая регистрирует нагрузку на ось. Мягко говоря, современный автобус взвешивает пассажиров, взвешивает в онлайн-режиме. И мы можем всегда совместить данные вот этой вот системы с данными другими. Таким образом, мы можем с вами очень эффективно для города, региона, области построить эффективную карту пассажиропотоков. При этом мы будем знать точно, в какой точке, сколько пассажиров выходит, заходит. Точно так же мы можем вычислить реальный пассажиропоток на предприятии. Вот здесь показаны графики, это ежедневные графики, они там, видите, колебания, а разные толстые. Это различного рода аппросимации реального пассажиропотока, то есть как вычислить реальный пассажиропоток. Следующее, это то, что из коллектива, как бы там хотелось, не хотелось, придется удалить тех людей, которые, ну, мягко говоря, стимулируют, поощряют, создают тренд на воровство денег. Они легко вычисляются при помощи платежной системы, системы навигации. Таким образом, мы можем отследить массу-массу вещей, когда неправомерно используются различные платежные средства. Вот в данном слайде показано, как используются социальные карты для хищения денежных средств. Следующие моменты. Совмещение навигационной системы, совмещение системы оплаты проезда в одном источнике позволяет определить, где и когда, в каком месте воруются. Вот там, где нарисован кружочек, утром отсутствовал пассажиропоток. То есть все деньги в утреннюю часть пик предприятием расхищались. Ну и таким образом можно контролировать и соблюдение 220 ФСН. То есть точно вычисляются точки, когда был перерыв в работе, сколько времени автобус не работал. И массу-массу других вещей, которые влияют на эффективность управления транспортом. В результате объединения всех этих систем в одной единой аналитической системе можно создать систему управления предприятием, типа там ERP назвать ее, или еще каким-то образом аналитическая система. Мы назвали автоматическая система финансово-хозяйственной деятельностью, где объединяются, вот здесь показано три системы, но на самом деле гораздо больше. И мы можем абсолютно точно тогда управлять предприятием и создавать новые ценности. И вот здесь вот в нашей сфере и находятся вот те 2-3 триллиона рублей скрытых от выручки. Ну а к 54-му у меня отношение такое. Это хороший инструмент, но работать надо не с техникой, работать надо с людьми. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Евгений, у меня вопрос. Как считаете, из практики реально когда-нибудь, вот скажем так, преодолеть этот человеческий фактор? Или все-таки мы не победим на наш век? Ну, психологи говорят так, что 10% людей не склонны к воровству никогда. Всего лишь 10? Да, 80% людей могут совершить какую-то кражу в зависимости от обстоятельств. А 10% людей – это люди, которые просто, если не украдут, то жить не будут. Спасибо.